Итак, уважаемые коллеги, мы с вами начинаем наш мастер-класс «Принципы управления проектами». Меня зовут Вадим Крычев. Я в настоящий момент являюсь руководителем проекта в Растехе. До этого я был руководителем проекта в Международном банковском институте, где был успешно осуществлен проект по организации институционного обучения. До этого я был руководителем проекта в таких транслях, как Telecom IT, в регионе Южнего Востока и Северной Африки. Наш центр в этом году отмечает 30-летний юбилей. Центр-специалист является крупнейшим обучающим центром России. У нас уже более миллиона выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов и более тысячи курсов, построенных в лучших бауманских традициях. Совсем недавно, уважаемые коллеги, вы, наверное, уже в курсе, вышел новый американский стандарт в управлении проектами. Ну и в том числе вышло новое руководство, свод знаний по управлению проектами, новое руководство PMBOK. При этом PMI, американский стандарт в управлении проектами, по-прежнему позиционирует на этот стандарт, это руководство, именно как лучшую практику, а именно, что эта лучшая практика разработана для всех государств, их сейчас почти что 200, для всех отраслей, бизнесов, для всех организаций со всеми организационными структурами и культурами. И, уважаемые коллеги, прежде чем использовать эту методологию непосредственно в вашем бизнесе, первое, что необходимо сделать, это адаптировать ее к вашему контексту. И, что касается вопросов адаптации, 7 PMBOK сильно фокусируется именно на адаптации лучшей практики, именно к контексту вашей организации. При этом у нас с вами проект также остается временным предприятием, также в результате проекта мы получаем некий уникальный продукт, услуги, результаты, также у нас с вами проект будет движущей силой изменений, но теперь акцент смещается именно в первую очередь на ценность с точки зрения организации. Поэтому акцент ставится в первую очередь именно на ценность. Ну и что касается непосредственно самого стандарта, самого руководства, то если раньше стандарт руководства опирался в первую очередь, позиционировался на некую такую процессную модель, то теперь акцент смещается с обязательностью исполнения процесса, в первую очередь акцент смещается на принципы, а именно в первую очередь мы при управлении нашими проектами, в первую очередь должны руководствоваться следующими 12 принципами. Ну, первое, необходимо быть прилежным, уважительным и заботливым руководителем, вот при этом руководство будет включать в себя как обязанности внутри организации, так и за пределами, и управление будет включать честность, заботу, надежность, соответствие, и целостный взгляд на управление будет рассматривать как финансовую, социальную, техническую, так и экологическую осведомленность. Также, что касается управления внутри организации, управление будет включать и действия в соответствии с целями, стратегией, миссией и видением организации. Также, в первую очередь, с вами отталкиваемся от видения, после этого определяем миссию, определяем стратегию компании, на какой аспект стратегии мы с вами будем нацеливаться, исходя из этого будем получать уже и определять цели. Также, что касается управления внутри организации, управление будет включать приверженность и уважительное отношение к членам команды, включая их мотивацию и доступ к возможностям и справедливые отношения. Также и нацор и за финансами, и за ресурсами используемые в проекте, но и также, естественно, правильное использование полномочий, подотчетности и в том числе ответственности. Что касается управления вне организации, управление будет включать и экологическую устойчивость, и использование материалов и природных ресурсов в этом аспекте, и отношение организации с внешними заинтересованными сторонами. Седьмой поимбок, особое внимание уделяет заинтересованным сторонам, опять же, когда мы акцент делаем в первую очередь на ценностях, то, что касается аспектов этих ценностей, понимания ценностей, требований в отношении этих ценностей, в первую очередь мы будем получать их от каких-то важнейших заинтересованных сторон, ну и по обратной связи с этими заинтересованными сторонами мы будем понимать, насколько мы с вами достигли этих ценностей. Также, что касается управления вне организации, будет включать такое управление, как влияние на рынок, социальное сообщество, ну а также в регионах, где непосредственно этот проект будет воплощаться, ну а также на повышение экспертности в профессиональных отраслях. Следующий принцип – создать среду совместной работы команды. Здесь мы с вами будем говорить о том, что проекты реализуют команды, при этом теперь большой упор делается на то, что как нету двух одинаковых проектов, так по большому счету и не будет двух одинаковых команд. И также команды будут вырабатывать свою технику, команды также, невзирая на то, что они будут работать в рамках организационной, профессиональной культуры организации и руководств от организации, также иногда будут создавать и собственную свою местную культуру. Также, я знаю, с вами будет крайне важна и света совместной работы команды, которая будет способствовать и согласованностью с другими организационными культурами, и руководящими принципами, и индивидуальной команды обучения и развития, ну а также оптимальный вклад для достижения уже каких-то желаемых результатов. Что касается среды совместной работы команды, в силе остаются и командные соглашения, и устав команды, при этом также мы с вами будем отталкиваться и от организационных структур, и от процессов, и от делегирования полномочий. Следующий принцип – эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами. Заинтересованным сторонам теперь уделяется еще больше внимания, при этом заинтересованные стороны также будут влиять на проекты, на производительность, на результаты, команды будут взаимодействовать с этими заинтересованными сторонами, ну и взаимодействие с заинтересованными сторонами также будет активно способствовать достижению ценности, на которой также смещается акцент. При этом заинтересованные стороны также будут влиять на проекты, Также, когда мы с вами будем определять содержание, в первую очередь требования по этому содержанию мы с вами будем получать от заинтересованных сторон. Также, ранжируя эти заинтересованные стороны, мы будем работать с этими требованиями и определять это содержание. Также заинтересованные стороны у нас с вами будут влиять и на расписание, соответственно, и предлагая какие-то идеи для ускорения реализации, либо наоборот замедляя, а иногда и останавливая выполнение каких-то мероприятий проекта. Также влиять и на стоимость, и сокращая работы, и напротив иногда добавляя какие-то требования, которые напротив будут эту стоимость увеличивать. Также заинтересованные стороны будут влиять и команду. Понимаем, к примеру, иногда для выполнения каких-то проектов нам с вами будет не обойтись без высококвалифицированных членов команды. Ну, и эти высококвалифицированные члены мы также будем получать в зависимости от организационной структуры, в которой мы будем работать, иногда от каких-то важнейших заинтересованных сторон. Вот, соответственно, заинтересованные стороны также могут нам с вами ограничивать и, напротив, предоставлять доступ к неким высококвалифицированным нашим коллегам, которые обладают какими-то определенными навыками, знания, опытом, необходимым для достижения результатов проекта. Также заинтересованные стороны будут влиять и на реализацию выгод, и путем создания, ну, а также и определение неких дозасрочных целей. Также заинтересованные стороны будут влиять и на наше с вами управление рисками. Почему? Ну, понятно, что когда мы с вами будем говорить про аппетит риски, про аппетит к риску, про определение порогов риска, естественно, мы будем отталкиваться от мнения каких-то ключевых заинтересованных сторон. Ну, и таким же образом мы будем разабатывать планы реакции на эти риски, соответственно, опять же, отталкиваясь также от требований каких-то важнейших заинтересованных сторон. Ну, и также заинтересованы стороны, поскольку они будут определять требования к содержанию, соответственно, они будут определять требования к каким-то качественным характеристикам и определять при этом, что мы с вами будем называть успехом, определять факторы и в конечном счете, используя обратную связь от них, будем участвовать, будут участвовать в оценке этого успеха. Также будут влиять на планы и предоставляя информацию для этих планов, либо, наоборот, периодически выступая за какие-то изменения. Ну, а также будут влиять и на результаты, и, естественно, на существующую культуру предприятия. Следующий принцип – сосредоточиться на ценности. И, как мы сейчас с вами уже сказали, теперь ценность для нас с вами – это некий высший паритет, высший показатель успеха нашего проекта. При этом ценность может быть реализована вот как на протяжении всего проекта, так и неприсредственно и предоставлена уже в конце проекта, после его завершения. При этом результаты и выгоды, которые будут вносить вклад в эту ценность, могут быть определены также и количественно, и качественно. Ориентация на ценности позволит нам с вами поддерживать выгоды, ведущие к созданию этих результатов. Ну, и команда будет адаптироваться в первую очередь как раз для того, нацеливаясь на максимизацию этой ценности. Также в отношении ценности мы с вами изначально будем делать и обоснование проекта, и определять бизнесную необходимость, ну, и также отталкиваться от некой бизнес-стратегии. Следующий принцип – распознавать, оценивать и реагировать на системное взаимодействие. Ну, здесь мы будем говорить о том, что проект – это теперь у нас с вами система взаимосвязанных и взаимодействующих сфер деятельности. При этом нам с вами понадобится и системное мышление, которое будет изначально предполагать некое такое целостное представление о том, как части нашего проекта будут взаимодействовать друг с другом, так и с внешним вером. Ну, а также мы должны понимать, что эти системы постоянно будут меняться, также требуя постоянного внимания как внутренним, так и к внешним условиям. При этом нам с вами также понадобится и быстрая реакция на это взаимодействие этих систем, которые будут нам позволять добиваться наиболее положительных результатов нашего проекта. Следующий принцип – демонстрировать лидерское поведение. Вот эффективное руководство будет, во-первых, способствовать успеху, ну, а теперь, когда мы будем говорить про лидерство, то лидеров в командах у нас могут быть много. При неких предиктивных подходах, да, властные полномочия у нас с вами остаются руководители проекта, именно властные полномочия, но лидеров действительно будет много, понимая, что в крупном проекте, к примеру, руководитель проекта не может быть экспертом во всех областях. Так, соответственно, у нас с вами будут появляться лидеры и по некоторым областям знаний, которые нам будут необходимы в реализации нашего проекта, ну, а также, исходя из тех организационных структур и из тех там департаментов, отделов, функциональных подразделений, которые будут участвовать в реализации нашего с вами проекта. При этом эффективные лидеры также будут адаптировать свой стиль в конкретной ситуации, при этом эффективные руководители также будут признавать различия и мотивации членов команды, ну, и лидеры будут демонстрировать поведение и в области честности, и порядочности, и этичного поведения. Следующий принцип – адаптация к контексту. И, как мы с вами уже сказали, седьмая версия особо фокусируется именно на адаптации, именно на адаптации. При этом также признается, что каждый проект уникален. Успех проекта также будет основан на адаптации к уникальности к этому контексту. При этом также мы с вами рассматриваем саму металлогию как лучшую практику, и в первую очередь ее необходимо будет адаптировать и под законодательство, и под кредитную отрасль, под бизнес, под организационную структуру, под культуру предприятия, в том числе и под команды, которые будут на с вами работать. И эта адаптация будет поэтапно, она будет неперывна, и она будет происходить практически на протяжении всего нашего проекта. Следующий принцип – обеспечить качество в процессах и результатах. Качество проекта также предполагает удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон, ну а также выполнение требований проектом и продуктом. При этом качество будет фокусироваться как на соблюдении критериев преемности и результатов, но и также качество проекта будет предполагать обеспечение соответствия и максимальной эффективности проектных процессов. Следующий принцип – управляйте сложностью и многогранностью. Вот теперь, когда мы с вами будем говорить о сложности, вот теперь сложность – это будет некий такой результат человеческого поведения, а именно, когда мы с вами будем говорить про организацию, про проект, про команду, это в первую очередь люди, а люди уже непосредственно будут управлять процессами, оборудованием, инфраструктурой. А вот когда мы будем говорить про то, что у нас с вами в этой системе в первую очередь работают люди, мы будем говорить о том, что это система и система сложная. А система сложная, а у сложной системы есть свои закономерности ее поведения, есть свои закономерности управления этой сложной системой. Ну и вот теперь вот сложность результата именно такого человеческого поведения, вот именно взаимодействия систем неопределенности и двусмысленности. Также сложность может возникать на любом этапе нашего проекта. Сложность может быть вызвана событиями или условиями, которые влияют на ценность, на содержание, на коммуникации, заинтересованные стороны, риски, либо какие-то технологические инновации. Ну и команды должны проявлять и бдительность при выявлении элементов сложности, ну а также использовать различные методы для того, чтобы уменьшать влияние этой сложности. Следующий принцип – оптимизировать реагирование на риски. Что касается рисков, рисков у нас с вами также остается много. Риски у нас с вами могут быть и отрицательными, а именно угрозами, так и положительными, а именно возможностями. А если исход события еще не предопределен, то такой риск мы с вами будем называть спекулятивным. Риски также у нас с вами остаются и индивидуальными, и совокупными. Также риски рассматриваются постоянно на протяжении всего проекта. Также будем с вами определять и отношения, и аппетит, и пороговые значения, которые будут влиять на нашу с вами реакцию. Поскольку рисков у нас с вами также очень много, ресурсы всегда ограничены, то также нам с вами придется ранжировать эти риски, чтобы понимать, на какие риски в первую очередь обращать наше с вами внимание. Ну а также, когда мы будем вырабатывать эти планы, то это реагирование должно быть естественно и экономически эффективным, и соответствовать значимости этого риска, и реалистичным в контексте проекта, естественно, согласованным с определенными заинтересованными сторонами. Ну и также у нас с вами остается такая роль, как владелец риска. Следующий принцип применять адаптивность и отказоустойчивость. Вот когда мы будем говорить про адаптивность, это будет некая способность реагирования на такие постоянно изменяющиеся условия. Когда мы будем говорить про устойчивость, это будет некая способность поглощать удары и быстро восстанавливаться. Более того, седьмая версия на этом особенно фокусируется, а именно, когда мы с вами говорим про проекты, в проектах мы всегда получаем некие новые, уникальные продукты, услуги, либо результаты. Ну а как следствие, в точности, до нас с вами это пока еще никто не делал. Именно мы с вами в этом отношении некие первопроходцы, ну а как следствие, нам с вами будет не обойтись, а не сможем мы с вами избежать проблем и ошибок. Мы обязательно будем с ними сталкиваться. Ну а соответственно, если мы наших коллег будем постоянно ругать за эти ошибки, наши коллеги будут бояться проявлять инициативу, наши коллеги будут бояться делать некие распредложения. Поэтому мы должны смещать свой акцент непосредственно с наказания за какие-то ошибки на быстрое восстановление, понимая, что ошибки сами по себе мы предотвратить не сможем, ошибки избежать мы с вами не сможем, мы обязательно будем их встречать на пути. Поэтому наша с вами основная задача способность поглощать все удары и максимально фокусироваться в первую очередь именно на быстром восстановлении. Ну а также нам с вами необходимо будет заратачивать наше внимание на выгодах, а не на результатах, что особенно будет способствовать этой адаптации. Ну и следующий принцип – это поддержка изменений. Мы с вами понимаем, что любая организация постоянно сталкивается с изменениями. Без изменений не может жить ни одна из организаций. Если организация по какой-то причине в ней перестают происходить изменения, она попадает в стагнацию, переходит к деградации. И этот путь, который неизбежно приведет к катастрофе, вопрос будет только о времени, как долго это еще продлится. Вот, соответственно, что будет касаться поддержки изменений. Это будет такой структурированный подход к изменениям, который будет помогать лицам, группам и организациям перейти от некого текущего состояния к желаемому. При этом изменения могут также происходить как из-за внутренних, так и их внешних источников. Обеспечение изменений также может быть сложной задачей, поскольку не все заинтересованные стороны будут эти изменения принимать. Более того, скорее всего, многие заинтересованные стороны будут активно им сопротивляться. И мы теперь с вами изменения также рассматриваем как некий переход всей нашей организации со всем коллективом, а именно в том числе как некий психологический переход. И в том числе седьмая версия предлагает нам две модели, две модели именно по управлению этим изменением, именно как переход, как некий психологический переход. Мы их также с вами рассмотрим, будем рассматривать в ходе нашего курса. Ну и попытки слишком большого изменения за короткое время может привести к провалу и сопротивлению этим изменениям. Соответственно, крупные изменения мы с вами будем пытаться делить на какие-то небольшие шаги, внедрять их пошагово, постепенно, каждый раз обкатывая их на каких-то опытных зонах, на каких-то опытных проектах. Ну и когда мы непосредственно будем уже обкатывая, избавляться от проблем и ошибок, которые мы понимаем, что они неизбежны, вот тогда уже будем масштабировать в размахах всего нашего предприятия. Ну и вот такое взаимодействие с интересованными сторонами и мотивация также будет способствовать принятию этих изменений. И вот теперь как раз акцент смещается в первую очередь с соблюдением принципов, на которых особое внимание заостряла шестая версия. Именно в первую очередь теперь на соблюдение процессов, которые особенно фокусировала шестая версия, в первую очередь на соблюдение этих принципов. И теперь, когда мы с вами будем рассматривать методологию, когда мы теперь с вами будем рассматривать стандарт по управлению проектами, в первую очередь мы будем отталкиваться от этих принципов и фокусируясь на них, уже непосредственно будем рассматривать это в ходе нашего курса. Ну, во-первых, какие вопросы есть на данный момент, уважаемые коллеги? В ходе нашего курса по управлению проектами вы сможете получить целую систему картину управления проектами, ну, а также познакомитесь и с терминологией, и методами управления проектами. Что касается нашего курса, наш курс также является по-прежнему теоретическим, базовым. Он находится в структуре курсов по управлению проектами. Ну, и вот, соответственно, именно таким образом, в том числе и верхнеуровнево, как это все рассмотрено в американском стандарте по управлению проектами в руководстве PointBlock, вот именно таким же образом мы это рассмотрим в ходе нашего курса. При этом мы с вами изначально познакомимся с системой поставки ценности, потом более глубоко познакомимся с этими 12 принципами, оттолкнувшись от этих принципов, сфокусировавшись на них, мы с вами познакомимся с такими областями, как заинтересованы стороны, как команда, в том числе и каким образом мы с вами будем строить высокопроизводительные команды, в том числе и с моделями, которые нам теперь с вами предлагаются. Познакомимся с жизненными циклами, в том числе и с адаптацией. Мы с вами сказали, что адаптации теперь уделяется очень большое внимание. Ну а затем непосредственно перейдем к таким областям, к таким доменам, как планирование, исполнение, измерение, поставка и неопределенность. Вот теперь, если раньше у нас с вами риски были огромной областью знаний, то теперь у нас с вами риски будут всего лишь навсего следствием из этой неопределенности. Центр – это, естественно, в первую очередь гарантия качества, а именно стопроцентное качество образования будет обеспечивать уникальное сочетание балмонской методики преподавания и современных технологий приведения корпоративных тренингов и гарантированное расписание занятий, а именно учебные группы будут планироваться на год вперед, и занятия будут идти без рывов и переносов, и будет возможность выбора удобного режима обучения утром, утро-день, вечер, либо выходные дни. Это всегда гарантия результата, а именно полное усвоение знаний благодаря такой системе контроля качества, оптимальному соотношению слушателей в группах и по стренинговой поддержке специалистов. Это всегда гарантия безопасности, а именно современные комфортные классы в бизнес-центрах категории А и Б, пропускная система и охрана в учебных комплексах. При этом это также всегда гарантия сохранности средств, а именно вложенные средства на обучение сотрудника не пропадут, даже если он уволится, либо он едет в командировку, и при этом центр обучит какого-то другого специалиста, специалиста вашей компании. При этом возможны такие формы обучения, как очные, это такие традиционные групповые обучения в классе, при этом у нас будет равная доля участия каждого слушателя, визуальный контекст с преподавателем и однокрупниками, активное социальное взаимодействие, при этом будут классические формы занятий, лекции, практические части, и групповая работа, возможны и заочные обучения, обучение в группах и домах, обучение очной консультации преподавателей по неким интересующим темам, при этом будет интенсивная домашняя работа, заочные обучения по видеозаписям реальных занятий, самостоятельный выбор темпа обучения, ну и при этом будет более доступная стоимость. При этом возможны и открытые обучения, а именно такие индивидуальные очные консультации преподавателя, обучение по видеозаписям реальных занятий, самостоятельный выбор темпа обучения, визуальный контакт с преподавателем и однокрупниками, ну и при этом будет более оптимальное соотношение и цены, и качества. Возможны и вебинары, а именно онлайн присутствие на реальном занятии группы, живое общение с преподавателями и однокрупниками, при этом будет равная доля участников каждого слушателя, ну и будет доступ к видеозаписям занятий. Ну и стоимость и качество обучения будет как научное обучение. Естественно, возможно и индивидуальное обучение, а именно персональное занятие, будет самостоятельный выбор темпа обучения, визуальный контакт с преподавателем, будет разработан индивидуальный учебный план, ну это более дорогостоящее обучение. Более дорогостоящее обучение. Также у нас с вами, у нас в центре есть и комплексные программы, комплексная программа обучения, это будет целый ряд, целый набор курсов, подобранный нашими экспертами для полной комплексной подготовки к какой-то новой профессии, сертификации, повышения профессионального уровня, максимально короткие сроки, при этом будет экономия средств, а именно стоимость комплексной программы обучения будет меньше, чем тот же набор курсов по отдельности, при этом вы становитесь специалистом высокого уровня и можете уверенно претендовать на хорошую должность и высокую заработанную плату, но и при этом вы получите престижный сертификат об окончании курсов. Ну и данный курс входит в такие комплексные программы, как руководитель проектов, руководитель проектного офиса, руководитель портфеля проектов, руководитель портфеля, либо проектного офиса. Ближайший курс, который будет в Белорусско-Савелевском центре, будет проходить с 15 по 17 сентября ежедневно с 10 до 17. По окончании курса вы получите как непосредственно удостоверение о повышении квалификации, если у вас есть высшее образование, ну а также получите международный сертификат о окончании данного курса. Какие есть вопросы, уважаемые коллеги? В таком случае, уважаемые коллеги, спасибо за ваше активное участие, спасибо за ваши интересные вопросы. С нетерпением будем ждать вас на наших курсах.